Идущий, выше и дальше образ жизни был обеспечен для нас Господом Иисусом. Присоединяйтесь сегодня к Аннету Коплану и Джерисовеллу, когда они будут приносить больше понимания об умножении Слова Божьего. Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Я Каннет Коплант. Иисус Христос из Назарета – Господь. И Он жив, и Он делает что-то сегодня на этой земле. И у нас все хорошо посреди этого. Слава Богу, и я в восторге от этого. Давайте вместе поприветствуем сегодня нашего гостя, брата Джерри Севелла, в этой студии. И в любом другом месте, где он хочет быть. Я рад быть здесь. Джерри, давай помолимся перед тем, как начать сегодня. Отец, мы просто воздаем Тебе хвалу и благодарение. Ты так благ к нам. И мы благословлены, и мы воздаем Тебе всю честь и хвалу за это. Да, Отец. Мы открываем свое сердце, Господь. Мы открываем свой разум для откровения с небес. Откровение об Иисусе. Аллилуйя. И могущественного слова живого Бога. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Джерри, у меня по-прежнему с прошлой недели звучит это в ушах. Идущий выше и дальше образ жизни. И та концепция, которая сформировалась во мне с тех пор, как я слышу, как ты об этом говоришь. Когда пришел Иисус, Он занял наше место. И Писание говорит, что Он опустился ниже, даже до уровня падшего ангела, сатаны. На тот уровень, где были мы. На тот уровень, на который свел нас Адам. Он дошел до самого дна. Да, был сделан грехом. Он не знал греха, но Он был сделан грехом за нас. Он постоянно жил выше и дальше всего этого. И мы ожидали, что Он будет там. Но мы были здесь, внизу, в прогнившем здесь и сейчас. Тогда как Он был в милом, светлом будущем. Я имею в виду, что-то должно было там произойти. Он спустился со своего идущего выше и дальше места, сюда, в это падшее место. Занял наше место, пострадал, умер. Он сошел в ад и заплатил цену за это. Заплатил цену. Но затем Он воскрес, поднявшись выше и дальше, и взял нас с собой. Если бы Он хотел, чтобы мы оставались там, внизу, в том болоте, в той тьме и во грехе, мертвыми, а не жили жизнью, идущей выше и дальше, если бы Он хотел, чтобы мы продолжали так жить, Ему достаточно было просто оставить нас в покое. Значит, в совершенной воле Божьей предполагалось, чтобы не только Он пережил это, но чтобы и мы были воскрешены, чтобы сидеть с Ним на небесах во Христе Иисусе. Если это не выше и дальше, тогда я не знаю, что это. Выше уже не бывает. Но мы говорили об этом в церкви, и это не было нашим образом в жизни. Я говорю в общем. Это принадлежит нам с вами. Мы узнали это 40 лет назад. Если когда и было для этого время, так это сейчас. Земля сейчас находится в состоянии конвульсии. Ее вот-вот всем этим стошнит. И Писание говорит, что разные места на Земле изрыгнули своих жителей, потому что она не создана для того, чтобы удерживать такого рода грех и все остальное. Но я хочу, чтобы вы знали. Слава Богу, у Бога есть люди, и Он вызывает их. Верно. Аллилуйя. И Слово Божье говорит, когда умножается грех, благодать преизобилует. Это выше и дальше. Это благая весть. Все, что делает Бог, идет выше и дальше. Выше и дальше. Не так ли? Это Его второе имя. Выше и дальше. Да. И это тот уровень, на котором Он хочет, чтобы мы были. Идущий выше и дальше уровень жизни. Да. Мы остаемся в этом мире, но мы не от Него. Мы не от этого мира. Мы научились жить верой. Праведный живет верой. Поэтому, когда в мировой экономике начинается вся эта неразбериха, мы живем. Господь сказал мне в прошлом году. Он сказал, человеку, который живет верой, праведной верой живет, человеку, который живет верой, никогда не приходится менять свой образ жизни, чтобы подстроиться под времена. Он постоянно живет одним и тем же образом. В хорошие, в плохие, в ужасные. И любые другие времена. Он никогда не изменяется, поскольку он в любом случае не живет в этом. Да. Его вера основана на Слове Божьем. И оно говорит, что трава засыхает, цветок увядает, но Слово Божье будет стоять вечно, поэтому Слово Божье никогда не изменяется. Слава Богу. Обстоятельства изменяются, но Слово Божье никогда не изменяется. И когда моя вера построена на Слове Божьем, тогда мне в действительности не нужно вносить изменения в мою веру или корректировать мою веру. Я просто продолжаю питаться Словом Божьим. Моя вера продолжает становиться сильнее. Несмотря на то, что эти обстоятельства постоянно изменяются, я действую в чем-то, что вечно, оно никогда не изменяется. Это не нуждается в изменениях. Это не нуждается в постепенном совершенствовании. Нет, нет. Нет. Это абсолютно истина для всех людей на все времена. И не важно, что... Знаете, не нужно быть слишком умным, чтобы это понять. Им приходится каждый день перепечатывать эту газету. Но это вечно. Это остается неизмененным. Не важно, что говорится в этой газете, в ее выпуске, вышедшем в понедельник или пятницу, это будет продолжать говорить то же самое. Это по-прежнему говорит то же самое, не так ли? И это то, на чем основывается моя вера. Именно так Бог и предназначил нам жить выше. Выше того, что Павел назвал вещественными началами этого мира. Мы не должны быть поглощены тем, чем поглощен весь остальной мир. Мы в этом мире. И знаете, я не какой-то духовный страус. который спрятал голову в песок, делая вид, что ничего этого не происходит. Занимаясь отрицанием или еще чем-то. Да, это все происходит. Экономика определенно находится не в том состоянии, в котором нам хотелось бы ее видеть. Кто хочет рецессию? Кто хочет экономический спад? Это все есть. Но это не означает, что оно должно контролировать нас. Это не означает, что мы должны жить при таких условиях только лишь потому, что при них живет остальной мир. Мы начали разбирать эту тему с 17 главы Иоанна. Мы вернемся к этому. Иисус сказал, «Я передал им Слово Твое». 14 стих. «И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». И обратите внимание на следующее заявление. Он молится Отцу. Он говорит, «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Знаете, у многих христиан есть вот это мышление победы. Господь, просто забери нас отсюда. Просто забери нас от этого сумасшедшего мира. Но Иисус сказал, «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Что это будет за свидетельство для остального мира, если каждый раз, когда случается кризис, Бог будет просто забирать своих людей из мира? Это не свидетельство. Свидетельство — это когда посреди всего этого мы живем выше этого, и мы побеждаем это. И знаете, в первом Иоанна говорится, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И заметьте, он не сказал там, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, выживает в мире. Не сказал. Мы не призваны быть выживающими. Он побеждает. Есть люди в этом мире, которые выживают, ничего не зная о Боге. Мы не призваны быть выживающими. Мы призваны быть победителями. Павел сказал, что мы должны царствовать в жизни, как цари. И это выше и дальше. Мы должны побеждать экономические спады и все остальное благословением Авраама, который является нашим. Вы Христе Иисусе. Люди должны быть в состоянии отмечать христианство во время кризиса, говоря, так, это верующий. Его это не затрагивает. Он не терпит крах. Джерри, я вижу картину того, о чем говорил Иисус, когда сказал, этот человек построил свой дом на камне, а этот человек построил свой дом на песке. Буря обрушилась на оба дома. Да. Та же самая буря. Те же самые проблемы, те же болезни, те же эпидемии. И похоже, что эти люди жили на одной улице. Один дом снесло, а второй продолжал стоять там. И у человека, который потерял свой дом, должно хватить здравого смысла пойти в тот дом, который устоял, и сказать, как вы его построили. Помогите мне построить такой же. Да. Да. Та буря обрушилась на оба дома. И очевидно, что у одного из этих людей не было основания на Слове Божьем. И сказано, что он построил свой дом на песке, без основания. Я верю, что здесь идет параллель с тем, что если вы пытаетесь строить свою жизнь на чем-то отличном от Слова Божьего, тогда у вас нет основания. И знаете, применяя это к тому, что сейчас происходит, вот человек, источником которого является Бог. И он построил все, что он делает. Как человек в 111-м Псалме. Он крепко любит Слово Божье и заповедь Божью. И его семя сильно на земле. Обилие и богатство в доме его и праведность его пребывает вовек. Этот человек не рассчитывает на этот мир. Он рассчитывает на Бога. Он научился с годами тому, как принимать от Бога в любое время, в любых обстоятельствах, в любой ситуации. А вот второй человек. Этот человек не является неверующим. Мы не можем включать сюда пока мир. Мы по-прежнему говорим о людях, у которых была возможность. У него была такая же возможность, что и у того человека. Иисус сказал, «Человек, который слышит Мои слова и исполняет их, это человек». Они оба его слышали. Именно к этому я и вел. Тот, кто слышит Мои слова и не исполняет их, это человек, который построил свой дом на песке. То есть, этот человек построил свой дом на том, что он мог взять взаймы в банке. Он построил свой дом на том, что сделает для него правительство. Он рассчитывает на человеческие организации. Он рассчитывает, что ему поможет профсоюз. Он рассчитывает на то или на другое. И второй человек не игнорирует все это, но он не зависит от этого. Господь может сказать ему, «Посмотри, можешь ли ты помочь этим людям? Сделай то или это, или еще что-то». Он затрагивает это. В каком-то плане это затрагивает его, но это не является его источником. Поэтому, когда правительство терпит неудачу, буря обрушивается на правительство, и они терпят неудачу, и начинает рушиться все остальное, он продолжает делать все так же, как он всегда это делал. Он начинает служить им. Если они ему позволят... Там говорится, он расточил, раздал нищим. Именно. То есть прямо посреди рецессии. Он пытается помочь им. Она его не затрагивает. И он может помочь другим людям, которых она затронула. Если они прислушаются к нему, он повлияет на них, потому что его ресурсы будут умножаться для того, чтобы помочь им. В то время, как из-за бури их ресурсы сокращаются. Именно так это и должно работать. Как в случае с Гаити, Джерри. Когда там все это случилось... Я помню тот день, когда я это услышал. О, нам придется удвоить то, что мы там делаем. Но мы уже были там. Мы уже помогали там людям. Мы уже служили там. Я не спрашивал, Гаити это где? Нет, мы просто должны были увеличить обороты и начать вкладывать в наших партнеров там. И они полны веры. И ни одному из детских домов, ни одной церкви, с которыми мы являемся партнерами, им даже не был нанесен какой-либо ущерб. Никто из детей, никто из тех сирот не был ни ранен, ни убит, никто из сотрудников штата не пострадал. Их собственность не была разрушена, как собственность других. И люди бежали к ним, потому что у них в некоторых случаях был кров, которого больше ни у кого не было. Поэтому они делают свою часть. Что мы будем делать? Мы будем помогать снабжать их. Нам не нужно было изменяться, чтобы делать это. Мы просто применяем больше веры, потому что мы уже это делаем. И именно это Иисус и пытается до нас донести. Верно. Нам нужно жить вон там. Верно. И еще раз обратите внимание, в этом 111-м псалме говорится, что этот человек, когда приходят плохие известия, когда происходят злые вещи, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Там говорится, он вовек не поколеблется. Это человек, который построил свое основание на Слове Божьем. И он уверен, что бы ни происходило, Слово Божье не может потепеть поражение. А раз он стоит на Слове Божьем, он не может потепеть поражение. И следовательно, он живет этой идущей, выше и дальше жизни. И опять-таки, он может помочь другим людям. Он рассочил, раздал нищим. И это нисколько его не затрагивает. Он просто живет так. Он живет так, как он всегда жил. Но сейчас, во время кризиса, он может превосходить и может указывать на Бога, как на свой источник. И какое великое свидетельство. Я имею в виду, как еще лучше можно представить Бога, как не тогда, когда во время кризиса вы превосходите. Разве это не что-то? И вы говорите, «Меня здесь поставил Бог, которому я служу». И Джерри, я просто увидел это, когда ты говорил. Мы будем применять нашу веру сегодня в отношении этого. Потому что мы с тобой оба это делаем. Но этот человек в 111-м псалме, он начинает расточать, раздавать, когда они страдают. А что это сделает для него? Да. Это принесет ему стократное умножение. Почему? Это умножит его ресурсы для сения. Да, почему? Он возрастает. Потому что он нужен Богу, он нужен тем людям. Богу не нужно, чтобы он был больным, разбитым и разоренным. Богу нужно, чтобы он возрастал. И ему нужно, чтобы он был сильным, чтобы он был исцеленным и полон Духа Святого, и полон Слова Божьего. Потому что кто-то должен это услышать. Они умирают. Помнишь то откровение, которым ты недавно со мной поделился насчет того, чтобы давать нищим? Благословлять все дела рук Его. Да. Этот человек является инструментом Божьим. Вот он. То благословение, о котором мы говорили на прошлой неделе. Он сейчас Божий сосуд, предотвращающий несчастье в жизни других. И как результат этого, даже хотя он не обязательно дает для того, чтобы получить, не это является его мотивом. Он дает потому, что Бог благословил его, и он благодарит Бога за то, что он способен это делать. Однако невозможно превзойти в даянии Бога. Невозможно. Бог будет просто продолжать изливать это на него. И именно так он и получит то, что он имел. Да. Пока все пытались получить, он сеял. Ты заговорил об этом. Скажу вам, Господь просто выдал мне это в лицо где-то год назад. «Когда будешь сжать на поле твоем...» Это 24 глава Второзакония. «Когда будешь сжать на поле твоем и забудешь сноп на поле...» Вы знаете, эти большие копны или снопы, которые они укладывают в поле, а затем приезжали телеги, и они их на них грузили. Мы делаем сегодня то же самое, мы только не укладываем их в эти копны, как делали они. «И забудешь сноп на поле...» То не возвращайся взять его. Пусть он остается пришельцу. Это человек, который проходит мимо, он в нужде, и он голоден. Вы не знаете его, но у него есть нужда. Это человек, которого добрый самаритянин увидел на обочине дороги. Или возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это ваш ближний. Любой, кто нуждается в вас. Пусть он остается пришельцу, в сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих. Да. Вы оставляете это там для них. И здесь есть утверждение. Позвольте мне до него дочитать. Когда будешь обивать маслину твою, когда маслины созревали, они брали что-то похожее на длинную тростниковую палку, обивали дерево, и маслины осыпались. И не все маслины созревали в одно и то же время, поэтому некоторые из них оставались на дереве. Иногда чуть ли не половина их. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте, пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды виноградники твоем, не собирай остатков за собой. Не возвращайся и не собирай все то, что другие пропустили. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Помните, где нашла вас благодать? Когда вы были этим пришельцем. Когда вам было больно. Итак, посему я и повелеваю тебе делать сие. Так, подождите минутку. Это уже перестало быть хорошим советом. Когда он начал повелевать это делать? Почему он сделал это повелением или заповедью? Он повелел это. И вот что сказал мне Господь. Он просто преподнес мне это в отношении одной ситуации. Он сказал, я сделал это повелением. Я потребовал это от вас. Я ответил, да. Он спросил, кто владеет этой пшеницей, которая осталась на поле? Кто владеет маслинами или плодами, оставшимися на дереве? Кто владеет оставшимся там виноградом? Я ответил, сирота, пришелец и вдова. Нет, сказал он. Они не повелевали вам это делать. Я повелел вам это делать, поэтому это принадлежит мне. Ты сделал это, потому что я сказал тебе это сделать. Верно? Да. Он сказал, что означает шалом? Мир. Все на месте, ничего не сломано. Он сказал, ты что-то пропустил. Я тому причина. Я не буду причиной твоего провала. Я причина твоего благословения. И он сказал, вернись и посмотри, что я сказал. Я вернулся назад. И там говорится, я повелел тебе это делать, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук твоих. Не только ваше мурожай пшеницы. Не только на вашем кукурузном поле. Не только в вашем винограднике. Не только в ваших бочках с маслинами. Но если вы будете таким человеком, тогда Бог даст ваши руки больше земли. Он приведет больше людей на ваше поле, потому что с ними будут правильно обращаться. Он приведет к вам больше людей. Почему? Чтобы вы могли благословить больше людей. А для этого вам нужно иметь больше всего. Он учит их здесь образу жизни. Жить, чтобы давать. Именно для этого этот человек и живет. как жить, чтобы давать. И когда человек учится тому, как жить, чтобы давать, тогда ни один кризис не может его победить. Он своим даянием выведет себя из этого кризиса. И Бог будет продолжать следить за тем, чтобы он был выше и дальше всего этого. это может пытаться атаковать его, как всех остальных, но Бог не позволит этому победить его, потому что Он научился жить, чтобы давать. И когда вы живете, чтобы давать, нет никаких ограничений в отношении урожая, который это принесет. Когда Бог благословляет все дела ваших рук. Это что-то. Знаете, я продолжаю чувствовать в своем духе, что кто-то может думать, ну да, но как вы к этому приходите? Как вы выходите на такой уровень, когда вы настолько уверены и настолько сильны, и настолько полны веры? Если вы помните, возвращаясь к тому, что Иисус сказал о той буре, обрушившейся на оба дома, один человек слышал это, но не делал этого, другой человек слышал это, и он был исполнителем. И я думаю, что ключевой была фраза, что он углубился, он глубоко копнул в тот камень. Да, не так ли? И глубоко копать — это идущее выше и дальше поведение. Вы идете дальше того, что готов делать обычный христианин. Вы прилагаете дополнительные усилия в Слове Божьем. Вы проводите время в Слове Божьем, когда все остальные играют. Как вы становитесь идущим выше и дальше спортсменом? Как вы становитесь спортсменом первой величины? Делая обычные вещи? Или нет? Нет, вы прилагаете дополнительные усилия. Вы ставите это на первое место. Вы готовы выходить за пределы того, что готовы сделать другие. Как тот человек, о котором говорил Иисус. Он был тем, кто делал. Он пошел дальше того, чтобы просто слышать это. Он пошел дальше того, чтобы просто ходить каждую неделю в церковь. Он копает глубже. Он каждый день в своей жизни углубляется в Слово Божье, и когда приходит кризис, это не может поколебать его дом. Не может. И это не занимает много времени, Джерри, потому что это попадает в ваше сердце, и оно попадет туда быстро. если вы поставите это на первое место в своей жизни. И на следующей передаче. Знаете, что он сделал? Что ж, наше время подошло к концу. Но я упомяну вам об этом, потому что так он будет вынужден рассказать вам об этом. Бог сказал ему вставать рано утром и молиться, и читать Слово Божье. Это было еще в самом начале. Он решил, что он будет это делать. И он просыпался, но потом засыпал на целый час. Поэтому в конечном итоге, для того, чтобы быть исполнителем Слова, он пошел в ванну, взял Библию, и он стоял на краю ванны и читал вслух Слово Божье. Если я засну, я умру. Ударить головой об ванну. Я упаду в эту ванну, если я засну здесь. Мы должны рассказать завтра эту историю, поскольку именно об этом ты сейчас говоришь. Это было углубление. Тебе не пришлось так уж долго стоять на той ванне, пока ты не начало брать верх на твоей плоти. Мы вернемся через минуту. Когда они будут обсуждать цель благословения Господней? Сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы благословляем тебя. Мы принимаем от тебя. Мы благодарим тебя. И мы почитаем тебя всем сердцем своим, всем разумением своим, всей душою своей, всей крепостью своей. Мы любим тебя. Мы благодарим тебя за откровение с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем сегодня нашего гостя Джерри Савейла. Слава Богу, Джерри. Ты действительно заводил что-то во мне всю прошлую неделю. Вот этот идущий выше и дальше образ жизни, чтобы постоянно жить таким образом. Это не как... Да. Но... Вы движетесь в вере. Я начал понимать, чем больше я об этом думаю, в моем мышлении просто поднимаются разные местописания. что вся Библия о том, что Бог воскрешает нас во Христе Иисусе. Да. Чтобы повести нас выше и дальше, где мы живем, будучи посажены с Ним, облеченные властью. Да. Джерри, вся Библия об этом. Это история всей Библии. Это история самой причины, почему Иисус пришел. Почему Он сделал все то, что Он сделал. Его целью была... Он пришел сюда не для того, чтобы установить религию. Не так ли? Он пришел, чтобы представить нам образ жизни, который переводит нас от жизни в соответствии с бедными вещественными началами этого мира к жизни, идущей выше и дальше этого. И чтобы затем мы могли взять этот образ жизни и использовать его как евангелизационный инструмент, чтобы завоевывать других людей, чтобы привлекать других людей к Богу, который дал нам этот образ жизни. Я могу завоевывать намного больше людей, будучи преуспевающим, нежели будучи нищим. Я могу завоевывать для Христа намного больше людей, будучи исцеленным и живя в божественном здоровье, нежели будучи постоянно больным. Поэтому Иисус дал нам возможность подняться над этим. Не только для того, чтобы моя жизнь была лучше, но чтобы моя жизнь становилась свидетельством для других людей. «Эй, вам больше не обязательно жить таким образом. Вам больше не обязательно продолжать жить на том более низком уровне». Мы говорили об этом до начала передачи, о 28 главе второзакония. Благословение Авраама, вот в чём вся суть. Да. Он сказал в этом благословении, «Фактически, нам стоит обратиться к 28 главе второзакония». Вот этот документ, который мы читаем там, в 28 главе второзакония. В 8 стихе он говорит, «Пошлёт Господь тебе благословение». Бог пошлёт вам что-то. И знаете, когда Бог посылает что-то, кому бы Он это ни послал, тому остаётся только принять это. Это просто накрывает вас головой. Понимаете? В Бытие говорится, «Была тьма над бездною, и сказал Бог, да будет свет». Исма не могла спорить. Она должна была убраться с дороги и дать прийти свету. И здесь говорится, что Бог пошлёт на меня своё благословение. Какой глупец скажет, «Я этого не хочу». И когда Он посылает на вас это благословение, оно повлияет на вашу жительницу. Оно повлияет на то, за что вы будете браться. Оно повлияет на всё в вашей жизни. И затем, заметьте, там говорится в 11 стихе, «И даст тебе Господь изобилие во всех благах. Это выше и дальше. Плоде чрева твоего, плоде скота твоего, и плоде полей твоих на земле, которые Господь плялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своём, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Что это за образ жизни, когда вам больше не нужно брать взаймы, а вы можете быть взаимодавцем? Да, и посмотрите. Будешь давать взаймы многим, а сам не будешь брать взаймы. И посмотрите на следующий стих. «Сделает тебя Господь главой». Это выше, не так ли? Потому что здесь перечисляются. Мы ведь говорим о «выше и дальше». Он сделает тебя головой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Да. Это идущий выше и дальше образ жизни. И Бог... Именно эти слова Он использовал. Именно эти слова. И именно такой жизнью должен жить каждый верующий. «Джерри, я готов выбежать из этой студии». «Да». «Как вы там? Могу я вам помочь?» Я помню, один мой друг прислал как-то раз мне поздравительную открытку. Это было на день рождения или на годовщину служения. Не помню. И впереди на ней было написано «Продолжайте смотреть вниз». Я подумал, «Что за ненормальная открытка, чтобы посылать её проповеднику вверх? Понимаете? Продолжайте смотреть вниз». Но когда я открыл её, внутри было написано «Потому что вы посажены на небесах во Христе Иисусе». Да, брат. Да, поэтому я могу это понять. Но заметьте там... Оно всё там взаимосвязано. Наш с тобой образ жизни за последние 40 лет. Мы ещё тогда ухватились за это, что мы можем жить, не обращаясь к этому миру и не прося у них их денег. Или не беря взаимы их денег. Или не придумывая какие-то смешные маленькие схемы, чтобы собирать средства или чтобы заполучить в свои руки их деньги. А живя даянием, «давайте и дастся вам». Стой на Слове Божьем. «Итак, Он откроет тебе добрую сокровищницу свою». Это ключевая фраза здесь. «Сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своё, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаимы многим народам». И это не только «я дам вам взаимы денег». Оно звучит так в нашем переводе. Но когда вы изучаете другие переводы этого еврейского текста, там говорится, что вы там, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. Там говорится, «давать взаимы многим». Что вы говорите, когда ваш сосед попадает в беду? «Позвольте протянуть вам руку». «Позвольте вам помочь». Поэтому вы там, чтобы помогать. Когда становится трудно, вы научились жить на высоте, а не внизу. И те, кто живёт внизу, и их там просто задавливает, у вас есть ресурс, который никогда не заканчивается. Именно поэтому этот мир думает, «О, вы можете себе представить, чтобы проповедник купил новую машину?» Зачем проповеднику нужен самолёт? «Чтобы летать на нём?» «Потому что я на высоте, а не внизу». И если бы не было больше ресурса, если бы все банки обанкротились, и я трачу свои деньги на какую-то большую, дорогую единицу оборудования, только лишь потому, что я хочу хорошо выглядеть, тогда здесь мог бы возникать вопрос. Но нашему источнику нет конца. Это был Бог, кто дал это нам. Мы не брали деньги взаймы, чтобы приобрести что-либо из этого. И Бог это сделал. И Он благословил нас этим. И люди, которые участвовали в этом, мы не заставляли их это делать. Они пришли и захотели быть партнёрами с тем, что мы с тобой делали. И они начали возрастать и быть благословлёнными в этом. И это Божья система в действии. Так, чтобы вы могли помогать даже народам. Потому что у вас есть ответ на их проблему. Если правительство Соединённых Штатов вернётся к первоначальному основанию, на котором была основана Конституция Соединённых Штатов, это места Писания, на которых была основана наша Конституция, и вернётся к своей вере в это, и избавится от всех этих глупых административных указов, нарушающих всё это, мы должны делать это таким образом, и в конце концов нам нужно прогрессировать, идя дальше этой старой Конституции. Да, и посмотрите, к чему это привело. Но если мы вернёмся к этому, Бог снова задействуется в этом. Это будет процветать. И послушайте, триллионы ничего не значат для Бога. Но говорю вам, триллионы в правительственной системе не могут это поддерживать, потому что разум людей недостаточно большой, чтобы справиться с этим. Это слишком много. И в последнее время все средства массовой информации заявляют о банкротстве правительства. Даже этот мир уже понял, что его собственная система не будет больше работать. Они брали взаймы, пытаясь... Знаешь, Джерри, правительство использует принципы, за которые, если бы их использовали бизнесмены, тех бы посадили в тюрьму, потому что они берут взаймы деньги, которые они не могут вернуть. И они печатают деньги, которыми пытаются выплатить эти займы, чтобы создать инфляцию, так, чтобы они могли выплатить эти займы более дешёвыми долларами. И так далее. И так постоянно. Все их схемы просто трещат по швам. И они говорили об этой правительственной срочной помощи. Когда вы идёте на эту сторону озера, зачёрпываете в нём ведро воды, затем бежите на другую сторону озера, выливаете обратно в озеро эту воду и говорите, «О, мы что-то сделали, не так ли?» Посмотрите, мы вливаем воду в озеро. Нет, вы ничего не вливаете. Но именно так работает разум людей, потому что они всё это сотворили, и они этого не понимают. Но если вы обратитесь к Богу и позволите Ему дать вам мудрость, вы можете это сделать. Вы можете видеть, почему сатана так старается удалить Бога из нашего правительства. Тогда он сможет каналировать. Удалить Бога из нашей нации. Да, но Слово Божье говорит, что закон Господа совершенен. Слово «совершенен» означает «не имеет дефектов и недостатков». И сатане будет выгодно, если ему удастся удалить закон Господень из страны, из правительства, даже из церкви. Я имею в виду, что везде, где есть закон Господа, если сатана сможет удалить его, тогда ему придётся сталкиваться с тем, что закон Господень совершенен, не имеет дефектов и недостатков. Работает каждый раз, когда его приводят в действие. Именно поэтому так важно, чтобы дети Божьи, народ Божий, отошёл от мирской системы и следовал тому, что сказал Иисус. Вы не от этого мира. И сделал это сейчас. Не ждите. Сделайте это прямо сейчас. Это как я помню, как ты говорил много лет назад, когда я только познакомился с этим. Не жди потопа, чтобы попытаться построить свой дом. И многие люди это делают. Да. Так у вас не получится. Это не так легко. Но зачем ждать потопа и затем, наконец, получать это откровение? Может, мы должны встать на Слово Божье? Вы должны были стоять на Слове Божьем ещё тогда. Это как многие проповедники говорят сейчас. Жаль, что я не прислушивался к брату Копунду, когда он пытался говорить нам. Не оставайтесь должными никому ничем. Они сейчас жалеют, что не прислушались к этому. Когда они теряют свои церкви, теряют всё то, ради чего они тяжело трудились все эти годы. Это рушится, а эта система не будет больше работать. И поэтому Иисус сказал, «Мы не от этого мира». Павел даже сказал, что мы не имеем Духа этого мира. Мы имеем Дух, который от Бога. Когда на вас сходит Дух этого мира, и Он заставляет вас думать, как они, говорить, как они, поступать, как они, и в результате вы имеете те ограничения, которые имеют они. Вы получаете их результаты. Но Иисус сказал, «Я не от этого мира». Что буквально означает, что мы не имеем их ограничений. Мы не отмечены их границами. Это так здорово, Джерри. И мы не имеем Духа этого мира. Это так здорово. Разве это не здорово, когда вы можете ложиться каждый вечер спать, зная, что на вас нет Духа этого мира, что вы не будете просыпаться утром, задаваясь вопросом, «Буду я думать, как думает этот мир или нет?» На мне нет Духа этого мира. У меня есть Дух, который от Бога. Безусловно. Это даёт мне возможность думать, как Он, говорить Слово Божье, как Он, и ожидать тех же результатов, которые, как я вижу, получает Он. Какая это жизнь? Это идёт выше и дальше. Он даже сказал... Слава Богу! Он даже сказал, «Я верю это в книге Исаии. Если будешь иметь радость в Господе, я возведу тебя на высоты». Это выше и дальше. Я верил о каждом самолёте, который я получил. Стоя на Исаии, 58, 14. Он сказал, «Имейте радость в Его Слове, и Он возведёт вас на высоты земли». Да. «И Он благословит вас наследием Иакова, Отца вашего». Да. Авраама, Исаака и Иакова. Благословение Господнее. Оно обогащает и печали с собой не приносит. И когда я впервые увидел это во Второзаконии, точнее, в 58 главе Исаии, я не понял всего. Но из послания к Галатам я знал, что я стал семенем Авраама. Я подумал, «Боже мой, это моё. Я уже сейчас богат. Это лишь вопрос времени. У меня не было достаточно денег, чтобы заправить полный бак моей машины. И я думал, «Я богатый человек». Кто-то скажет, «Вы лжёте, вы просто глупец». Нет. Я богатый человек уже сейчас. У меня здесь есть моё наследие. И я смотрю здесь, чтобы увидеть, где я должен предъявить на это права. Понимаете? И я опирался на Слово Божье. Я начал делать то, что Он сказал. Я начал давать то немногое, что у меня было, чтобы сеять и давать. И начал ожидать. Потому что в моей жизни есть призвание, которое хочет, чтобы на Него ответили. Я свидетель воскресения Иисуса. Я здесь, чтобы служить и помочь вам исцелиться, помочь вам родиться свыше. Я знаю, как это сделать. Я нашёл это в Слове Божьем. Я помогу вам это сделать. И затем я начал думать, мне нужно помочь этим проповедникам финансово. И у меня тоже ничего не было. Но когда я принял это как своё основание, для того, чтобы жить выше этого, говорю тебе, Джерри, было такое впечатление, что ты просто отскочил от чего-то, как будто это забросило тебя на другой уровень. Да. По-моему, Крефла Доллар использует эту фразу. Деньги с миссией. В этом-то вся и суть. Брат Лерой Томпсон проповедовал об этом, когда люди даже не знали, о чём он говорил. И он просто продолжал держаться этого, что у денег есть призвание, у денег есть миссия. Вот что это такое. И когда это попадает внутрь вас, тогда нет ограничения тому, что Бог даст в ваши руки, чтобы вы могли осуществить эту миссию. Хорошо. Но ты знаешь ключ к тому, о чём мы здесь говорим? Не для одного из нас это не произошло за один вечер. Но в какой-то вечер мы должны были начать, когда у нас ничего не было, и когда мы жили внизу. И мы должны были посвятить себя этому. Когда мы не знали, что есть другого плана жизни. Посвятить себя этому. Ты должен был посвятить себя этому в один прекрасный вечер и сказать, если так говорит Слово Божье, всё, вопрос закрыт. Оно окончательный авторитет. Я движусь именно так, даже если никто из моих соседей, даже если никто из моей церкви так не движется. По сути, это то, что мне пришлось делать. Джерри, я вчера обещал этим людям, что ты расскажешь им о том, как ты стоял на ванне. Хорошо. И именно о такого рода посвящении я и говорю. Когда я только-только ухватился за это, как и у тебя, у нас ничего не было. Фактически, мы оба были по уши в долгах. И сегодня это не кажется большой суммой. Но какая разница между восьмью тысячами и восьмью миллионами? Когда ты не можешь получить ни то, ни другое, понимаете? Всё казалось мрачным и безнадёжным для нас обоих, пока мы не ухватились за это. Но я помню тот день, когда мы с Глорией сели, мы вместе совершили хлебопреломление. И мы приняли решение поставить Слово Божье на первое место и сделать его окончательным авторитетом. За ним последнее слово в нашей жизни. Не важно, что говорит о нём кто-либо другой. Это слова Бога, обращённые ко мне. Это моя Библия. Это Его Слово, обращённое ко мне. Это завет, который есть у меня с Ним в крови Иисуса. Это всё изменило. Да. Это посвящение. Когда вы начинаете проводить такого рода время Словой Божьим, первым делом это изменяет то, что вы видите внутри, прежде чем происходит что-то здесь. Вы должны увидеть это внутри. Именно. Прежде чем это происходит снаружи. Сначала это должно произойти там. Именно поэтому ты мог говорить. Я был богатым человеком, даже несмотря на то, что здесь пока ещё ничего не происходило. О, это было здесь. Но здесь. Знаете? Да. Тогда, когда много лет назад, когда я только узнавал это, и, конечно, я научился этому, а тебя, я имею в виду, внутри меня всё изменилось. Вы просто не могли пока ещё видеть это здесь. Я не был прежним человеком. Я не думал по-старому, я не говорил по-старому, я не смотрел по-старому на жизнь. Именно поэтому те другие люди и разозлились на тебя. Но ты не можешь не обращать на это внимания. Но если бы кто-то из них пришёл, когда у меня была добитая машина, мой дом вот-вот могли изъять за неплатежи, мой брак был в бесценном положении, если бы кто-то сказал, «Ты бедняга», я бы обернулся, чтобы посмотреть, о ком он говорил. Потому что внутри я больше не был беднягой. И это был лишь вопрос времени. Но именно это и привело меня в тот день к тому решению. Я понял, что именно Слово Божье всё изменит. Не религия, но Слово Божье. Я сказал, «Господь, я буду вставать в 6 часов утра и проводить первый час своего дня, изучая Слово Божье, прежде чем я начну делать что-либо другое». Я встал с кровати и пошёл в гостевую комнату. Я поставил в ней небольшой столик с тем большим бобинным магнитофоном и записями твоих проповедей. И я взял свою Библию и сказал, «Я буду проводить первый час своего дня в Слове Божьем». Я лёг на кровать в той гостевой спальне, поставил перед собой Библию, опустил вот так руки. Где-то через час я проснулся. Я знаю. И я подумал, когда я проснулся, я так разозлился на себя, я подумал, «Всё, что ты сделал, это сменил спальни. Ты не провёл никакого времени в Слове Божьем». И то же самое произошло на следующее утро и на третье утро. И, наконец, на четвёртое утро я сказал, «Так, подожди минутку, это не будет работать». И я сказал, «Господь, покажи мне самое неудобное место в этом доме, где я не засну, где я могу провести час в Слове Божьем». И я прохожу мимо той гостевой спальни, и я слышу, как моя плоть говорит, «Иди в спальню». Я ответил, «Ты не пойдёшь в спальню, потому что я знаю, что ты будешь делать, ты там уснёшь». На противоположной стороне той спальни была небольшая ванная комната, в которой стояла большая ванна. Я прошёл мимо той ванной комнаты и увидел ту ванну, и я подумал, «Это самое неудобное место в этом доме». Я взял свою Библию и встал на край этой ванны. На неё. На неё. Прямо на край этой ванны. Качаясь туда, сюда. ты был бы мёртв. Где-то через 10 минут моя плоть сказала, «Пойдём в спальню. Мы теперь можем пойти в спальню. Мы можем с этим справиться». Я сказал, «Ты лжёшь. Ты будешь стоять здесь, на этой ванне». И я стоял там один час, читая Слово Божье. И я делал это где-то 4 дня подряд. И, наконец, я понял. Я взял власть над своей плотью. Теперь я могу делать это в любом месте, в этом доме и не засыпать. Так я начал ставить Слово Божье на первое место. Но это потребовало посвящения. И очень многие люди, которые смотрят нас сейчас, говорят, «Вот бы и мне быть таким, но, знаете, у меня в жизни просто нет такой дисциплины». Вы должны прийти к такому моменту, когда вы настолько отчаянно нуждаетесь в результатах, что вы сделаете такого рода посвящение. Вы говорите об отсутствии дисциплины. Я был самым недисциплинированным человеком, которого вы когда-либо встречали. Но вскоре я понял, что если я хочу жить лучшей жизнью, и если я хочу жить той жизнью, на которую, как сказал Иисус, мне дано право, это потребует некоторой дисциплины, решимости, усердия. И Бог заставил это работать. Я видел это в жизни людей, я видел это в своей жизни. Большинство людей что-то меняет только прямо перед тем, как они умирают. Вы просто налетаете на стену. Все сломано и разрушено. С вами все кончено. Да. Это либо немощь, или болезнь, или финансовый крах, или все перечисленное выше. И семья развалилась, вы потеряли свою жену, свою семью, свой бизнес, все. И затем, о боже мой, что-то должно измениться. Не нужно дожидаться такого момента. Вы можете решить, сегодня все, это нижний предел. Я дошел сегодня до нижнего предела, и я больше не буду этому уступать. Я это не отпущу. Все, хватит. Я не буду ждать, пока все вокруг меня умрут. Я не буду ждать, пока моя плоть просто ослабеет и упадет на пол. Я больше ни на шаг не продвинусь в этом сомнении, не вере в этой дьявольской системе, господствующей в мире. Я переключаюсь сегодня на эту систему. И запишите это. Поставьте дату и подпись «Во имя Господа Иисуса Христа». И напишите там свое имя. Заключите завет с Богом. Если с утра вы его провалите, сделайте это снова. Если вы провалите его на следующий день, делайте это снова, снова и снова. И скажите «Дух Святой, помоги мне в этом». И держитесь этого до тех пор, пока это не закрепится. И затем, мой дорогой друг и брат, вы сможете обернуться назад и сказать «Это был нижний предел». Я не должен был ждать, пока кто-то из моих детей умрет. Если вы уже достигли нижнего предела, вам не нужно там оставаться. Возьмите себя за ухо и скажите «Мы идем за Богом». И наше время подошло к концу. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Поймите, как вера в Слово Божие обновит ваш разум и разовьет изобилующий образ жизни. Итак, вот Кеннет Копланд. Здравствуйте, это передача «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся и сразу же приступим к нашему сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы прославляем Тебя. Мы благословляем Тебя. И мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы открываем сегодня свое сердце и разум для откровения с небес. Я молюсь за наших телезрителей по всему миру. Во имя Иисуса. Аминь. Брат Джерри, это было отличное время. Это было отличное время. Скажу вам, вчерашняя передача. Знаете, к тому моменту, когда она закончилась, я был готов сорваться с места. Я с трудом мог удержать себя на месте. Это действительно достигло меня. Разве не удивительно, как спустя 40 лет мы по-прежнему так же приходим в восторг от Слова Божьего, как это было, когда мы только за Него ухватились? Это засело во мне вчера. Я слышал Глена Бека с канала Fox News. Я слышал, как он рассказывал про себя. Он был алкоголиком. И он сказал, что он лежал на полу, задаваясь вопросом, умрет он или нет. Это все, это конец. И он говорил о том, что пока ты не придешь к такому концу, не будет никакого изменения. И большинство людей ждет, пока они не будут на грани смерти, или пока кто-то не умрет, или пока не наступит такое бедственное положение. И он сказал одну фразу, которая привлекла мое внимание. Он сказал, что конец одних приходит раньше, чем конец других. И он сказал, что некоторые люди умирают до того, как они достигают такого момента. И затем я понял, что верующий может принять решение, что этот момент настал. Мы не должны ждать до тех пор, пока мы не будем просто уничтожены. Да. Мы не должны ждать этого. Вам не нужно ждать, пока вы будете опустошены? Вам не нужно ждать до этого момента. Вы можете принять решение, принять Иисуса Христа, как вашего Господа и Спасителя, и сказать, «Он изменяет все это сегодня». Я разворачиваюсь сегодня на 180 градусов. Это мое решение. Вы не можете сделать этого сами по себе. Я не говорю о том, чтобы вы очищали себя. Я говорю о том, что вы принимаете решение. Упирайтесь духовными ногами в землю и обращайтесь к Слову Божьему. Поставьте Слово Божье на первое место в своей жизни. Перестаньте двигаться так, как вы двигались. Перестаньте двигаться, как этот мир. Измените это и посмотрите на людей, которые другие, которые изменили это. Они больше не сообразуются с этим миром. Да. Я помню, наш с тобой хороший друг. Джим Скалис. Он уже ушел домой к Господу. Но он сказал, что он был в тюрьме. Он провел в тюрьме не один год. Он всю свою жизнь то попадал в проблемы, то выбирался из них. И он сидел там, будучи в тюрьме, и слушал кого-то, кто проповедовал Евангелие. И он подумал, с меня этого достаточно. Он сказал, что это просто накрыло его с головы. С меня этого достаточно. Мне надоело, что кто-то постоянно в меня стреляет. Мне надоело, что мне приходится озираться по сторонам, чтобы видеть, кто сейчас за мной гонится. Мне надоело сидеть в тюрьме. Мне надоело быть плохим парнем. Все, хватит. Иисус, помоги мне. Иисус помог. И он вышел оттуда и стал человеком веры и силы. Мужем Божьим. Он проповедовал в тюрьмах по всей Америке. А потом и по всему миру. Великое служение. Да. И мы с тобой знаем очень хорошо известного сегодня в Америке пастора, который принял такое же решение, находясь в психиатрической клинике. Да. Он решил. Да. Хватит мне так жить. И хватит, чтобы сатана контролировал мою жизнь. И он начал слушать наши кассеты. Вышел из той психиатрической клиники, являясь сегодня пастором одной из замечательных церквей в Америке и одним из наиболее сильных проповедников. И он не продолжал ждать. Он сказал, «Все, этого достаточно». И психиатрической клинике было продолжение. О, да. Это могло идти все ниже и ниже. Я пришел к такому моменту, когда я мог опускаться настолько низко, насколько я собирался опускаться. И я воззвал к Богу, «Иисус, войди в мое сердце». И он вошел в него. Я все еще катился вниз, но я уперся ногами в землю. Я пытался что-то здесь сделать. И прошло какое-то время, прежде чем я узнал, что Слово Божье было здесь ключевым моментом. И когда я ухватился за это и сделал Слово Божье окончательным авторитетом в своей жизни, чтобы Бог не говорил мне в Своем Слове, Он обращается ко мне, и именно это я и буду делать. И именно это и развернуло все на 180 градусов в моей жизни. Да. Именно поэтому та молитва. Опять-таки, я продолжаю возвращаться к 17 главе Иоанна. Это так важно. Вы должны читать эту молитву каждый день. Каждый день. Иисус сказал Отцу, «Я передал им Твое Слово». И они не от мира, как и я не от мира. Мы с вами можем не быть контролируемыми этим миром и не жить по Его стандартам только благодаря Слову Божьему. Именно Слово Божье все меняет. Да. И знаешь, зачастую, когда мы говорим о том, на какой уровень вывел нас Господь, где мы находимся сегодня, люди склонны думать, «Ну, знаете, у меня нет такого рода дисциплины». Или у меня не такой твердый характер. Господь, у меня тоже его не было. У меня тоже его не было. Я был самым... Я был компромиссом, ищущим компромисс, понимаете? Должен вам сказать. Моя дочь Терри говорит сегодня, «Папа, я с трудом могу верить в это, когда ты рассказываешь своё свидетельство о том, как ты был тем, кто легко сдавался. Я никогда не знал о тебе как того, кто легко сдавался. Я не могу представить твой образ жизни, описываемый как легко сдававшийся. Я всегда искал путь наименьшего сопротивления. Если становилось трудно, я сдавался, понимаете? И затем, когда я ухватился за Слово Божье, я никогда не забуду Иоанна, 8 глава, одно из первых мест Писания, которое я прочитал, когда отдал свою жизнь Господу. «Если пребудете в моём Слове...» И вот это маленькое слово «пребудете», оно просто запрыгнуло со страниц в моё сердце, и я подумал, «Это недостающий компонент моей жизни. У меня получается хорошо начинать, но у меня слабо получается доводить всё до конца. Я никогда ни в чём не пребывал». Но он сказал, «Если пребудете в Слове моём, то вы истинно мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». И именно тогда я и сделал это посвящение. Я понял. Всё. Это нижний предел, и я никогда не опущусь ниже. И ключом к этому было пребывание в Слове Божьем, и тогда я стану учеником. Ученик — это тот, кто дисциплинирован. Слово Божье принесёт дисциплину в вашу жизнь. И он сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от чего? Свободными от всего, что сатана принёс в вашу жизнь. Свободными от всего, что этот мир сказал «у вас должно быть». Долги и всё остальное. От всех этих вещей вы становитесь свободными от них. Слава Богу. Да, потому что закон Духа Жизни. Восьмая глава Римлянам. Потому что закон — это духовный закон. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Иисус делал все эти замечательные вещи. Говорю вам, для Него это не было чем-то лёгким. Он прошёл через сам ад. Он прошёл через все те страдания на кресте. Он прошёл через всё это. Джерри, сам факт того, что он оставил своё место в славе и спустился сюда, в эту неразбериху. Представляешь, каким это было для Него понижением. Но всё то время он был в этом. Он жил над этим. Он жил, имея власть над этим. И затем он отказался от этой власти и подчинился этому, чтобы он мог победить это, и вытащить нас с вами из этого. И когда мы ухватываемся за это, вот оно, это последний день, когда я так живу. Я не должен так жить. Как говорит Лерой, это последний день, когда я был банкротом. Да, я больше ни одного дня в своей жизни не буду банкротом. И Иисус сделал всё, кроме одного. Кроме принятия за вас этого решения. Верно. Он не может прийти к вам и сказать, «Так, Джерри, это последний день». Ну, я не знаю, так это или нет. Это так. Любой день, в который вы захотите принять это, будет вашим последним днём, когда вы так живёте. Да. И я пришёл к этому. В ноябре 1962 года я пришёл к концу этого. Я сказал, «Я больше не буду этого делать. Я иду к Иисусу, к которому я должен был прийти все эти годы назад. Я иду к Нему». Мне потребовалось 4 года. Даже чуть больше. Я не знал, что Слово Божье, фактически, всё то время было ключом к этому. Я ничего об этом не знал. И Бог, Он работал со мной. Да, терпеливо. Просто милостиво. Он просто терпел идиота. И Глория была настолько непоколебимой. И первое, что она сделала, это обратилась к Слову Божьему. И Джерри, она ничего не знала о рождении свыше. Она никогда ничего из этого не слышала. Я слышал это в детстве. Она нет. Она просто знала, что Библия говорит о том, где она должна быть. И она была дисциплинирована в этом. Она обратилась к ней и начала учиться. И мы поехали в университет Орла Робертса. Первый день в моей жизни, когда я находился в совершенной воле Божьей, будучи взрослым. Мне было 30 лет. Я поехал туда, будучи послушен Богу. Я как будто влетел в это. Я никогда такого не переживал. «О, Боже мой! Значит, вот оно. Да, я впервые в жизни нахожусь там, где я должен быть». Да. И эта суматоха остановилась. И буквально через несколько дней я услышал, как брат Хейген говорил о вере и говорил о честности Слова Божьего. Я слышал, как Орл Робертс проповедовал о благословении Слова Божьего. И что если вы пойдете на компромисс, вы потеряете это. Если вы поклонитесь, вы сгорите. Если не поклонитесь, вы не сможете сгореть. Что ж, я постоянно кланялся. Я шел на компромисс со всем, с чем сталкивался на пути. Но я был таким, как ты. Когда я это увидел, я просто схватился и ухватился за это. И для меня это было концом того и началом жизни, идущей выше и дальше. Да, слава Богу. Это такая радость, верно? Это что-то удивительное. Да. И требуется лишь это начальное решение. Это была моя часть. Это была твоя часть, не так ли? Иисус сделал все остальное. Да. Я мог продолжать жить так, как я жил. И, Господь, я даже не хочу думать о том, какой бы могла быть моя жизнь сегодня. Но как только принимается это решение, и вы основываете его на том, чтобы обращаться к Слову Божьему, а не просто становиться религиозным, не просто быть тем, кто просто ходит в церковь, но строить на Слове Божьем. Понимаете? И, конечно, Павел говорит об этом в 12 главе Послания к римлянам. Не сообразуйтесь с веком с ним. Это выбор, который вы делаете. Он говорит, «Вот выбор. Вы можете либо сообразовываться с этим миром, либо нет. Вам решать». И вы перестаёте сообразовываться с этим миром, обновляя свой разум. А обновление разума означает проведение качественного времени в Слове Божьем. Обновление разума — это не что-то, что вы делаете за один день и говорите, «Хорошо, я это сделал». Мы делаем это уже более 40 лет, по-прежнему обновляем свой разум. Нам по-прежнему приходится... Я определённо. Не мыслю так, как я мыслил 40 лет назад. Но я по-прежнему в этом мире. И я по-прежнему могу сталкиваться со всем тем мусором, который постоянно бросает нас этот мир. У меня есть телевизор. Я могу включить его, послушать все эти мирские вещи о том, как всё это плохо и как будет ещё хуже. Если вы не пребываете в Слове Божьем три или четыре недели и будете слушать это каждый день, вы начнёте сообразовываться. Вы снова начнёте сообразовываться. И следующим делом вы снова начнёте мыслить, как они, говорить, как они. Но знаешь, Джерри, разница теперь в том, когда они в тебя что-то бросают, ты думаешь, «Что? Что это?» Возможно, вдруг это что-то гнетущее. Возможно, вы никогда с этим раньше не сталкивались. Но моя первая мыслью, вдоль секунды, мой разум думает, «Что говорит об этом Слово Божье?» Да, что говорит Слово Божье. Что здесь является ключевым моментом? Я знаю, что если это что-то плохое, за этим стоит дьявол, и я найду его. И я первым делом ограничу его возможности. Я буду не спровергать замыслы и всякое превозношение, восстающее против того, что, как я знаю, говорит Слово Божье. И я буду пленять всякую мысль в послушание к Господу, Иисусу Христу и Его помазанию. Верно. Это первое, к чему вы обращаетесь. Да. Вы не ждёте шесть недель, пока всё сгорает дотла. Первым делом, когда кто-то приходит и приносит вам плохие известия, плохие новости, что-то случилось. О, что мы будем теперь делать? О, мы все умрём! Нет, нет. Джерри, я думаю о людях. Фактически. Я поехал в аэропорт и попробовал это, чтобы посмотреть, каково это. Боже мой! Машина! Моя Тойота! Вдруг она понесла со скоростью 160 км в час. Эй, глупец! Тормоза работают! Зачем вам хочется просто сидеть там и позволять машине это делать? Заглушите мотор! Сделайте что-нибудь! Переключитесь на нейтральную передачу! Не нужно бездействовать только лишь потому, что машина решила спятить и говорить, «О, Боже, О, Боже!» Нет, 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 нет. Будьте на чеку. Все, с кем такое случалось, не врезались где-то в стену. Их осознание ситуации. Они не сообразуются с этим. Каждый раз, когда вы садитесь в машину, она может сделать что-то странное. Это машина. Да. Не вините в этом кого-то в Токио. Это машина. Они делают странные вещи. Но ваше осознание ситуации изменяется. Ваш разум обновлен. Вы садитесь в машину. Так, мне придется ехать на ней на работу сегодня утром. Я принимаю сейчас решение. Я не езжу на Тойоте, но эта машина ничем не лучше. Что я буду делать, если у меня заклинит педаль газа или даст сбой компьютеру, управляющей подачей топлива, и решить, что он хочет разогнать эту машину до 160 км в час? Что я буду делать, если это случится? Все просто. Нейтральная передача. Нейтральная передача. Нейтральная передача. Машина просто продолжает катиться. Пусть она катится. Если вы где-то на подъездной дороге, выключите зажигание. Просто заглушите мотор. Но если вы на трассе, не стоит этого делать, поскольку машина сразу заглохнет. Но просто переключитесь на нейтральную. Да, переключитесь на нейтральную передачу. Как можно быстрее сейте на обочине и заглушите мотор. Нажмите на тормоз и остановите машину. Но если вы позволите этой ситуации управлять вами, трудно сказать на что вы налетите прежде чем да я научился этому будучи подростком на студебекере хокке 57 года послушай та старая машина могла сделать любую странность у меня заклинила педаль газа и я очень важно на которых мы тогда ездили делать ты должен был быть осведомленным или эта машина убьет тебя так или иначе у брата глория был старый понтяк они ехали по дороге и у него вдруг отвалился руль руль просто сорвался с вилки поворотного клока он сказал о мой папа ты когда-нибудь был в виксберге а был штат миссисипи там идут эти холмы спускающиеся к реке мой папа когда я был еще маленьким он ехал на шевроле 36 года по клей стрит и рулевая колонка ушла вертикально полу и мы ехали вниз по улице вот так поэтому вам очень быстро нужно понимать что делать да но проблема не начинается с машины в этой ситуации или в любой другой ситуации это относится к вашей жизни проблема началась не тогда когда заклинила педаль газа проблема началась тогда когда вы сели туда и вы умственно не были готовы вести машину вы думаете обо всем начиная от празднования дня рождения маленькой лили до очередного футбольного матча вы сидите там и пишите эсэмэски и машина разгоняется до 160 и прежде чем вы узнаете что она что-то сделал на спидометре уже 130 проблема прямо здесь и как многие из них до того как они услышали сообщения об этих неисправностях садясь в машину боялись что она может такое сделать вы понимаете о чем я говорю они не боялись нет иметь машину данной марки пока не услышали это сообщение понимаете и они садились нее каждое утро отъезжали и у них даже и мысли об этом не проскакивала но теперь все говорят о том как это опасно и так далее и это порождает страх павел он одна из моих любимых личностей и я взял одну его фразу и сделал ее своим девизом когда случается кризис или какие-то злые вещи или приходит плохое известие и мне нравится это фраза я ни на что не взираю да вы можете просто сидеть и целый день смотреть cnn и я не на что я ни на что не взираю или слушать всех этих так называемых успеха я живу на другом уровне я ни на что не взираю я не от этого мира тебе да и конечно человек который не знает что ты делаешь он думает что ты самоуверенный или ты его расстраиваешь и он также думает что то что ты делаешь является над миром и эгоистичным это просто тот факт что мы не от этого мира я не должен говорить как они я не должен принимать то что они принимают если я не от этого мира если твое мышление сообразовано с этим миром фактически я рад что господь поднял этот вопрос поскольку машина является хорошей иллюстрации это относится к любой машине или как ты говоришь даже до того как появились эти неисправности у тойот до того как начали лопаться некоторые шины или фордовские машины начали делать то или это или еще что то если вы сообразованы если вы думаете так как думают все вы садитесь в машину и ездите на ней каждый день и никогда даже не задумывайтесь об этом джерри это неправильно один мой друг сказал много лет назад то что у вас закончился бензин это не невезение это просто глупое управление и организация это правда да это правда когда вы сообразованы с такого рода недостатком усердия недостатком внимания и обдумывания вы просто моторизованы вы предрасположены к авариям бедствия люди пытаются пилотировать самолеты без контрольных списков о вы западня боже мой разные вещи такого рода вы запрыгиваете в свою лодку и отправляетесь на ней куда-то даже не задумываясь а здесь и спасательные жилеты ваше мышление в заведенном порядке и оно сообразовано с этим заведенным порядком если ваша машина сделает что-то необычное вы настолько запаздываете можете попасть в аварию до того как сможете что-то предпринять но если перед тем как ехать вы просто остановитесь и скажете господь аминь просто остановитесь на минуту и прославьте бога господь я буду сегодня снова ездить на этой машине по городу я просто провозглашаю кровь иисуса над ней впереди сзади сверху и снизу она ни в кого не врежется в нее никто не врежется и ты здесь командуешь господь я слушаю тебя и силы духа божьего я буду знать о любых неисправностях этой машины я буду осведомлен о них я буду в курсе этого если вы сделали только это да вы не сообразуетесь тем чтобы просто делать что-то механически здесь нет стран нет и вы действуете в сфере которая намного превосходнее и вы не попадаетесь в эти ловушки господь предупреждал меня таких вещах чтобы я съехал на обочину и остановился да я ехал как-то вечером на машине со всей семьей и господь сказал съесть на обочину я так и сделал там шел подъем дороги я двигался вверх по открытой трассе я только съехал на обочину и сверху оттуда по моей полосе неслась машина я не знаю что тот человек делал он наверное пытался оторваться от земли он летел на такой большой скорости если бы я не прислушался произошла бы авария в которой все бы погибли и потом кто-то бы спрашивал интересно почему бог позволил чтобы с ним это произошло бог сказал мне если бы я не слушал в этом бы обвинили бога но это была бы моя вина почему я был сообразован с этим миром меня это завело наше время подошло концу не будучи сообразованными с этим миром вы будете жить идущим выше и дальше образом именно так мы должны жить скажите это со мной я ни на что не взираю я ни на что не взираю я не движим тем что я вижу я не движим тем что я чувствую я движим тем во что я верю вы понимаете это не вернемся через минуту голос верующий кеннад копланд и джерри савэл помогут нам узнать божью цель избытка в каждой сфере нашей жизни здравствуйте добро пожаловать сегодня на передачу победоносный голос верующего я каннад копланд давайте вместе поприветствуем сегодня брата джерри савэлла джерри я говорю это перед богом и всеми этими людьми я ничего тебе не обещаю я не захожу так далеко но я буду прилагать усилия позволь мне сказать это так я буду стараться держать сегодня свой рот на замке и позволю нет я не могу я собирался сказать смотри ты не можешь молчать вчера говорил о 12 главе послания к римлянам ой это просто поднялось во мне твоя проповедь сделала меня таким счастливым и привела в такой восторг я просто не могу молчать я не могу сохранять спокойствие ты не должен от избытка сердца говорят уста говорю вам выше и дальше это библия это бог даже когда мы были мертвыми в наших грехах и преступлениях он оживотворил нас со христом иисусом воскресил нас ним и посадил вместе с ним где на небесах о я сегодня снова превыше всего слава богу джерри давай вернемся к двенадцатой главе послания к римлянам это настолько насыщенно что же давайте снова вспомним молитву из 17 главы евангелия от иоанна мы не от этого мира именно это сказал иисус той молитве своему отцу он сказал отец я дал им твое слово и они не от мира как я не от мира то есть это говорит нам там молитве иисус что мы больше не должны сообразовываться с этим миром мы не должны быть связаны их ограничениями мы не должны быть контролируемыми тем страхом который контролирует их и поэтому здесь павел говорит что путь того как не дать этому случиться с вами изложен в послании к римлянам 12 2 не сообразуйтесь с веком 7 но преобразуйтесь обновлением ума вашего чтобы вам познавать что есть воля божья благая угодная и совершенная заметьте это то что вы больше не сообразуетесь с этим миром является результатом обновления ума и обновление ума целиком основано на проведении качественного времени слове божьем мне нравится как это сказано в другом переводе библии не позволяйте этому миру вокруг вас вталкивать вас в его шаблон это здорово не позволяйте этому миру вокруг вас вталкивать вас в его шаблон то есть это говорит мне о том что это мой выбор что если я не хочу я не должен жить как этот мир если я не хочу я не должен проходить через все их кризисы как я слышал как ты однажды сказал у них было две или три эпидемии а мы с глорией ничего о них даже и не знали. Да, я уж точно не собираюсь подхватить грипп курицы. Да. Это глупо. Как сказал один человек, его друг заболел гонконговским гриппом. И он сказал, я знаю, что этот человек никогда не выезжал за пределы штата Джорджия. Как он подхватил этот грипп? Как он подхватил гонконговский грипп? От свиньи, вот как. Нет. Но здесь Павел говорит, что мы не должны сообразовываться с этим миром. Что мы не должны позволять этому миру вталкивать нас в его шаблон. Что мы не должны иметь их ограничения. И мы читаем... Является ли этим шаблоном страх? Именно этим их шаблон и является, не так ли? Если хотите. Что является валютой в Царстве Божьем? Вера. Это вера. А что является валютой в этом мире? Страх. Это страх. Библия говорит, что чего Иоов так сильно боялся, то и пришло на него. Что ж, если то, чего вы так сильно боитесь, придет на вас, почему не обоснованно думать, что на меня не придет то, во что я так сильно верю? Вера и страх. Страх – это противоположные силы. И страх. Мы это точно знаем. Не только благодаря науке. Мы знаем это по опыту. Любой это знает. Страх сделает вас больными. Он заставляет вас сделать то, чего вы обычно бы не делали. Он парализует ваше мышление. Меня однажды парализовал страх. И я знал, когда он сошел на меня. Я тогда не был рожден свыше. И у меня хватило здравого смысла воззвать к Богу о помощи. Но я знал, что я действительно был в беде. Джерри, я мог чувствовать это. Это ползло вверх по моим ногам. Я был в ситуации, с которой я не знал, как мне справиться. И этот страх поднимался вверх по моим ногам. Я мог думать о том, что делать. Но я не мог этого сделать. Если бы я громко говорил себе, как если бы я давал себе указания, тогда я мог бы это делать. Но я знал, и этот страх поднимался. И я знал, что если он дойдет до моей головы, он парализует меня. Поэтому я просто продолжал говорить громко вслух. Это были мои ранние годы, когда я начинал летать. И я попал в ситуацию, в которую я не должен был попадать. Но я попал в нее. Я закричал, «Бог, вытащи меня отсюда!» Я заметил, чем громче я говорил, как если бы я был инструктором, обращающимся ко мне, этот страх остановился. Вот тогда-то я настолько и осознал, что сделает с вами страх. Я вспомнил это потом. Прошло не так много месяцев. Да. И мы с Глорией приняли спасение. И я подумал, «Знаете что?» Если страх такое сделает, то вера сделает точно противоположное. В той ситуации вера бы улучшила мое мышление. Вера бы успокоила меня и наполнила миром. И если бы на меня начала приходить вера, она бы не парализовала меня. Она бы освободила меня. Я тогда еще не знал ничего особо о вере, о Библии, но у меня хватило ума осознать это. Да. Конечно. То есть ситуация в Евангелии от Марка, когда женщина, страдавшая кровотечением, подошла к Иисусу и сказала, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Но Иаир, начальник синагоги, уже сказал Иисусу, что он хотел, чтобы Иисус пришел, возложил руки на его дочь, чтобы она была исцелена. И пока Иисус служил той женщине, пришел человек и сказал ее Иру, «Твоя дочь умерла». Но Иисус сразу же повернулся к нему. И можно перефразировать его слова так, «Не сообразуйся с этим миром». Не бойся, остановись страх. Не бойся. Понимаете, что сразу же бы сделал этот мир? Как мыслит этот мир? Человек, который полностью контролируем тем, как действует этот мир, он бы запаниковал. И на этом был бы конец той истории. Та девочка осталась бы мертвой. Но Иисус сразу же повернулся к нему и сказал, «Не бойся». Другими словами, не сообразовывайся здесь с этим миром. Есть перефразированный перевод Библии Бена Кэмпбелла Джонсона. И он мне нравится. Там говорится, что Иисус повернулся к Иаиру и сказал, «Не паникуй». Понимаете, не паникуй. Другими словами, не позволяйте этому страху настолько вами овладеть, что вы забываете всё то, чему вы были научены. Вы забываете все духовные законы. Вы забываете всё, что вы знаете о Слове Божьем. Не паникуйте. И Иисус продолжил служить той женщине. И в этом перефразированном переводе говорится, что Иисус повернулся к Иаиру и сказал, «Не паникуй, я буквально через минуту буду с тобой». Женщина, ты целостна. Пойдём, Иаир. Разве вам это не нравится? Я имею в виду, не сообразовывайся сейчас здесь с этим миром. Я понимаю, на что ты здесь указываешь. Я переживал это. Я вижу это сейчас очень ясно. В тот момент в жизни Иаира, когда ему сообщили, «Твоя дочь уже умерла. Не беспокой больше учителя». Послушайте, что сказал тот человек. «Дочь твоя умерла. Что ещё утруждаешь учителя?» Тот человек считал, что уже никто ничего не может сделать. Да. С точки зрения и мышления этого мира у вас уже ничего не осталось. Не осталось никакой надежды. Она уже умерла. Этот проповедник уже ничего не может для тебя сделать. Иисус обернулся и сказал, «Останови это! Останови этот страх! Не паникуй! Оставайся со мной!» И Иаир так и сделал. Он ничего больше не говорил. Он ничего больше не делал. Иаир успокоил себя. И он, очевидно, принял тогда решение делать то, что Иисус сказал ему делать. И, очевидно, можно предположить, что к Иаиру пришла мысль сдаться. Да, конечно. Это его дочь. Он верит, что Иисус придёт, возложит на неё руки, и с ней всё будет хорошо. Но затем, когда он слышит это известие, она умерла, ему приходит мысль, «Это всё не работает. Мы ждали слишком долго. Если бы эта женщина не вмешалась и не помешала нам добраться к дому...» Я имею в виду все эти мысли. И затем огорчиться на Иисуса за то, что Он остановился. Но тот факт, что Иисус сказал ему, «Не бойся. Не бойся. Продолжай верить». Понимаете, это полностью противоположно тому, как действует этот мир. Этот мир будет бояться. И они отпустят даже ту маленькую надежду, которая у них была. Джерри, Иисус живёт на другом уровне. И Он показывает Иаиру, как на него выйти. Он зовёт его быть на нём вместе с ним. Оставить это там. Этот строй. Я вижу это. Это безнадёжность. Это неверие. Это долг. Это всё находится на более низком уровне. И мы не отмерясь его, поэтому мы не должны в этом жить. Оно всегда там было. Вопрос не в том, что это нужно было призывать и славы, или ещё как-то. Иисус был прямо там. Оно было там всегда. Он стоит на той же дороге, что и Иаиру. И кажется, что Он на том же самом уровне. Но это не так. Он сообразован с более высоким уровнем. Они обошли по одной и той же дороге. Но когда Иисус пришёл туда, всё изменилось. Да. Он воскресил ту девочку из мёртвых. И это выше и дальше. Разве так? Получить свою мёртвую дочь воскресшей. Да. Это идущий выше и дальше образ жизни. Я думаю, здесь также важно кое-что ещё. То, с кем вы общаетесь, имеет к этому прямое отношение. Человек, принёсший это известие, ничего другого не знал. Не знал. Он просто говорил. Понимаете? Да. Он просто говорил ему факты. Так как он их знал. Но зачастую те люди, с которыми вы общаетесь, могут быть именно теми, кто держит вас на этом низком уровне. Этом низком уровне жизни. Знаете, иногда это может быть лучший друг, это может быть какой-то родственник, которому кажется, что это его жизненное призвание держать вас с собой на том уровне. Джерри, когда они пришли к нему домой, его семья закатила там истерику. Они горевали, и там было то, что Библия называет смятением. Там был просто хаос. Они кричали и горевали. Но заметьте, как они изменились, когда Иисус вошел туда и не присоединился к ним в этом, равно как и Иаир. Когда они вошли туда, Иисус сказал, она просто спит. И вдруг они уже больше не горюют. Они начали смеяться над ним. Вместо того, чтобы согласиться с ним и сказать, «Учитель, вы знаете что-то, чего не знаем мы?» Но Иаир соглашался с Иисусом. Он принял решение. Страх не будет мной руководить. Я не буду думать таким образом. Я буду оставаться с Иисусом. Я буду делать все то, что он говорит. Оно не выглядит привлекательно, но я буду это делать. Потому что в нем было достаточно Слова Божьего. Он был начальником синагоги. В нем было достаточно завета, чтобы реагировать. И он также только что увидел, что Иисус сделал для той женщины. И он слышал, что Иисус сказал той женщине, «Вера твоя сделала тебе целостная». Да. Да, Иаир слышал это. Это тоже работало в нем. Слава Богу. А те вдруг оказались уже не так заняты плачем, чтобы им некогда было принижать Иисуса, насмехаться над Ним и начать смеяться над Ним из-за этого. Что же случилось с их плачем посреди всего этого? Теперь они просто злились. А какие мысли, по-вашему, крутились в уме Иаира? Вот его теща и тесть, вот его мать и отец, дядя Фред, тетя, как бы ее там ни звали. Они все кричат и причитают. Вот два фарисея с дороги. И так далее. Вероятно, в комнате их было полно. И он знал каждого из них. Каждого из них там. И некоторые из них ходили в его синагогу. Он оказался там в затруднительном положении. Да. И если бы он сообразовался со своим мышлением, сказав, боже мой, если это не работает, все, хватит, посмотрите, это мои родственники. Да, на Кату поставлена также его работа. Его вот-вот может лишить права занимать его должность. Всего, потому что он даже общается с этим человеком. Сейчас эти люди на него разозлятся. Все это просто бомбардировало его. Но он оставался непоколебимым. Он оставался непоколебимым. А Иисус просто выгнал их всех. И Иаир, наверное, подумал, «Все, со мною все кончено. Это конец всей моей жизни. Моя теща убьет меня». «О, что думает об этом моя жена?» Весь этот сообразующийся, основанный на страхе образ мышления. Оно все там. Кто-то должен был сделать выбор и решить. Мне все равно. Мне все равно, что они думают. Они могут смеяться. Поставить все это на карту. Хорошо сказано. Поставить все это на карту ради Иисуса и Слова Божьего. И в какой-то момент ты и я... Да. Мы это сделали, когда только начинали. Поставить все это на карту. Я сказал Господу, «Мне все равно, что они думают. Мне было все равно, что они думали, когда я был там в Канаве. И уж мне, конечно, все равно, что они думают сейчас. Я устремляюсь за этим. Даже если они все смеются. Я верующий. Я не тот, кто сомневается. И мне все равно, кто это знает. Я закричал так громко, как только мог. Для меня это что-то сделало. Я думаю, можно сказать, что когда ты не в смятении, а все остальные в смятении, ты больше не сообразован. Когда ты не кричишь, когда все остальные кричат. Не думаю, что я сегодня присоединюсь к смятению. Эй, это сильно, Джерри. Эта основа возвращает нас к тому месту, где Павел сказал, «Я ни на что не взираю». Я не движим ничем из этого. Это, наверное, одна из самых восхитительных вещей в моем хождении верой. Когда я прихожу к тому, что могу сказать это, «Я ни на что не взираю». И знать, что это не просто фраза, которую я читаю из Библии. Но я не взираю. Смиту Вигельсворту принесли целую кучу неоплаченных счетов. Он проводил серию собраний. И он передал все это, по-моему, своему зятю. В любом случае, это был член его семьи. И он заведовал всем этим. У них пока не было денег, чтобы оплатить все эти счета. И тогда они проводили серию собраний. И кто-то пришел и дал все эти счета Смиту. «Что вы будете с ними делать?» И они сказали, что пачку этих счетов нужно было держать двумя руками. И ты знаешь, что манера разговора Смита не была деликатной. «Что это?» И он увидел, что это были просто счета, и сказал, «А-а-а». И просто бросил их всех на пол. И сказал, «Я возложил заботу об этом на Господа. Это его дело». Развернулся и ушел. И тот арендодатель не знал, о чем тот говорил. Равно, как и все остальные. Но Смит не перекасался к этой заботе. Он не позволял, чтобы это проникло в его мысли. Пока он должен служить здесь людям. И, конечно, такого рода вера. Иисус позаботился об этом и позаботился обо всех финансах. Но тот арендодатель не знал, о чем он говорил. А вегасворту было все равно, знал он или нет. Счета были оплачены. И счета были оплачены. Я как-то раз был с братом Саммерлоном. И видел, как он... Я прилетел туда, чтобы проповедовать в его церкви. И накануне моего приезда сгорела их телевизионная станция. Я помню это. Это произошло где-то за неделю до того, как я приехал туда проповедовать. И один из его сыновей встречал меня в аэропорту. И он спросил, «Брат Джерри, вы слышали, что сгорела наша телевизионная станция?» Я ответил, «Нет». И я спросил, «А что сказал брат Саммерлона?» Она сгорела, когда Лестер был где-то в отъезде. Он был в отъезде? Да. Он прилетел домой. И ребята немного не решались говорить папе, что сгорела студия. Понимаете? Они поехали встретить его в аэропорту. Он сидел в машине. Они пытались набраться смелости сказать ему. И, наконец, один из них сказал, «Папа, сгорела телевизионная станция. Хочешь поехать посмотреть?» Он ответил, «Нет». Зачем мне смотреть на пепел? Отстройте ее заново. Это все, что он должен был сказать. Да, другими словами, я ни на что не взираю. И они отстроили ее и просто продолжали проповедовать Слово Божье 24 часа в сутки на телевидении. Но таким было его отношение. И они отстроили ее, и новая была намного лучше предыдущей. Разве это не намного лучше? «Нет, зачем мне смотреть на пепел? Отстройте ее заново». Это ни на что не взирающее мышление. Джерри, когда мы строили здесь основное здание нашей штаб-квартиры, и, конечно, мы решили это перед Богом, мы строим его, и мы не будем влезать для этого в долги. Что ж, у нас ушло много времени на его строительство. Мы не брали на его строительство деньги из того, что мы делали в служении. А в те дни это были радиопередачи. И самое начало телевизионного служения. Мы не брали деньги оттуда. Если приходили деньги, предназначенные на строительство, мы пускали их на строительство. В противном случае мы просто верили Богу и делали это. И в один день я позвонил туда. Все стены были уже возведены. Но внутри еще ничего не было закончено. Я позвонил туда и сказал, «Подметите и хорошо уберите все внутри и едьте домой. Отпустите всех домой». «Что?» Я сказал, «Отпустите всех домой». «Как мы можем это сделать?» Я сказал, «Вы слышали, что я сказал?» «Да». «Тогда просто сделайте это». «Хорошо». И они все подмели там, закрыли здание. И они спросили, «Что мы будем делать?» «Что ж, если брат Копланд когда-либо решит продолжить в нем работы, мы вам позвоним». Я просто следовал тому, что Господь сказал мне делать. Да. Потому что это начинало давить на меня. Я сказал, «Я возлагаю все заботы об этом на тебя, и я туда не возвращаюсь». И в одно утро я проснулся, и я брился, и собирался ехать в наш другой офис. И ко мне пришло слово от Господа. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты возобновил сегодня работы в том здании, и не останавливайся». Чуть позже, в тот же день, позвонил один человек и сказал, «У меня целый грузовик сухой штукатурки. Куда я должен ее выгрузить?» Мы не заказывали никакую сухую штукатурку. Я по сегодняшний день не знаю, откуда она пришла. Он сказал, «Освободите мой грузовик. Я должен поехать за еще одной такой же загрузкой». Мы всем позвонили. И кто-то спросил у меня, «Брат Коплант, сколько оно так простояло?» Я ответил, «Восемь месяцев». Я знаю, на вас это давило? Я ответил, «Нет, на меня это не давило». «Почему не давило?» Я ответил, «Я не ходил туда». За восемь месяцев я ни разу на него не посмотрел. Я забыл, что оно там было». Понимаете? Вы можете это сделать, когда у вас нет долгов. И потому что я возложил всю эту заботу на Господа. Я не позволял ей возвращаться в мой разум и не сообразовываться с тем, как действует этот мир, когда они не могут что-то закончить. Они все начинают нервничать. О чем мне заботиться? Это то, что я постоянно говорил, потому что я возложил эту заботу на Господа, и я не возвращался и не забирал ее обратно. Когда приходила эта мысль, я громко говорил, «О чем мне заботиться? Я закончу его тогда, когда Бог скажет». И он сказал мне в то утро, «Мы взяли за дело, и все стало на свои места». Кто-то спросил, «Как долго вы строили то здание?» «Шесть с половиной лет». Вы легко могли построить его за два года. Да, а потом тридцать лет за него выплачивать. Да. Понимаете? Когда оно было закончено, за него не было никаких долгов. Когда оно было закончено, оно было закончено. И эта жизнь на более высоком уровне. Да. Наше время подошло. Выше и дальше. Выше и дальше. Мы вернемся через минуту. Лоджер и Севелк, когда они будут раскрывать образ жизни с избытком, который есть для вас у Бога, сейчас на передаче «Победоносный голос верующего». Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Две недели с нами был брат Джерри Севел. О, Джерри. Было здорово. Ты возгрел меня до самой глубины. Слава Богу. Это было просто удивительное время. Ты говоришь об идущем выше и дальше образе жизни. Да. О том, чтобы жить верой. Постоянно жить на том уровне. Иисус сказал, нет, нет. В 17 главе Евангелия от Иоанна, с которой ты начал это. Это просто ревет и созидается во мне. Он сказал, отец, я дал им твое слово. Я сохранил их во имя Твое. «Не забирай их из мира, но храни их выше зла. Над злом в мире. Над злом». Один человек, с которым я познакомился, он спасся в тюрьме. И он сказал, знаете, я думал, что жить выше зла, над злом, значит иметь квартиру над баром. Он сказал, это единственное, что я подумал. Да, верно. Я подумал, да, он подумает о чем-то в этом роде. Но он говорит о... Иисус был здесь, в этом мире. Мы говорили вчера об Иаире. Иисус совершенно не действовал на уровне этого мира. Он действовал в вере, а не в страхе. Он не был сообразован ни с чем, что у них было. Он знал, что он собирался делать, когда он туда пришел. Когда я был маленьким, мне хотелось летать. Я был рожден летать. Я думал таким образом к тому времени, когда мне было 4 или 5 лет. Там, где я вырос, во время Второй мировой войны, летало много военных самолетов. Я лежал там и думал. Я говорил, посмотри-ка туда. Он над облаками. Я думал, как это выглядит. Он там наверху. Я здесь внизу. Он смотрит сюда вниз, оттуда сверху. Я закрывал глаза. Как это выглядит. И я, насколько только мог, представлял себя там, наверху. И затем я представлял, как я смотрю вниз. И я думал, не знаю. Я часто это делал, потому что мне очень хотелось туда, наверно. Джерри, когда я впервые поднялся над облаками, я подумал, у меня не так уж плохо получалось. Я так не подумал. Я был достаточно близок к этому. Да. Понимаешь? Но это есть в человеке. Он был сотворен жить наверху. А не внизу. И это то, что сделали для меня эти две недели. Это снова подняло меня отсюда. Слава Богу. Слава Богу. Это снова подняло меня. Слава Богу. И суть в том, что как бы высоко мы не понимались в этой идущей выше и дальше жизни, это выше этого. Это выше этого. Мне нравится, что говорит Павел. Как бы масштабно вы не думали, как бы масштабно вы не мечтали, и как бы масштабно вы не представляли, Бог может сделать с избытком несравненно больше и выше этого. Больше всего, чего вы можете попросить. Да. Это выше этого. И с тех пор, как я обратился к Слову Божьему, начал ходить с Богом, я мысляю намного масштабнее, чем раньше. Но он больше этого. Я мечтаю масштабнее. Он хочет, чтобы у тебя было все, что есть у него. Да, верно. Верно. Это выше и дальше. Вы просто снова влюбляетесь в Иисуса. Да. И затем вы видите какие-то вещи в Слове Божьем, и это все начинает течь вместе и дополнять. Каждый стих дополняет друг другу. И очевидно, что основная мысль здесь в том, что Бог хочет поднимать вас выше и выше и выше. Никаких ограничений. Все возможно верующему. Не кое-что. Все. 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 Единственное, что сдерживает Божий народ, это их мелкое мышление. Да. Их мелкое, ограниченное мышление. Знаешь, одним из того, что доставляла мне радость в моем хождении с Богом, было мое общение с тобой и мое общение, которым я наслаждался с братом Робертсом. И то, что я вращался среди таких людей, как вы, это растягивало мое мышление. Понимаешь? Я уже давно понял, что если ты вращаешься среди правильных, людей, они будут поднимать тебя выше. Да. Понимаешь? Люди, с которыми ты общаешься, будут поднимать тебя на свой уровень. Да. Вам не стоит быть там, где люди стягивают вас вниз. Нет. И знаете, вам стоит быть среди Иисусов Навинных и Халевов. А еще лучше становиться Иисусом Навином и Халевом для кого-то еще. Понимаете? Помнишь, у брата Робертса на столе стояла табличка со словами «Здесь не составляются маленькие планы». Понимаете? И когда я впервые сидел напротив его стола и увидел это, конечно, я испытывал трепет просто от того, что я находился в его присутствии и сидел в его офисе. Но та маленькая табличка описывала всю его жизнь. Что никаких маленьких планов, никакого мелкого мышления. И чем лучше я узнавал брата Робертса, я начал понимать и видеть, как он демонстрирует это. Если вы начинали говорить и мыслить мелко в его присутствии, он просто отворачивал голову и не обращал на вас внимания. Да, он просто отключался от этого. Да, если вы не собирались говорить, идя выше и дальше. Он просто отворачивал голову, скрещивал на груди руки и вел себя так, как будто вас даже и не было в той комнате. Как-то раз я летел в Кению. И брат Робертс узнал, что я лечу туда. И он слышал, что я собирался строить там медицинский центр. И он хотел послать туда врачей и медсестер, окончивших его университет. Поэтому он позвонил и сказал, я хочу полететь с тобой. Он позвонил мне где-то за три или четыре недели до моего отъезда. И я летел туда не только попросить у правительства землю для строительства центра, но у меня там были запланированы евангелизационные собрания, семинары для пасторов, служения для церквей. Все две недели я был занят с утра до ночи, и брат Робертс говорит... В Кении. В Кении. Да. И он говорит, я хочу полететь с тобой. Я сказал, брат Робертс, если бы я знал, я бы поменял своё расписание, потому что с тем расписанием, которое есть у меня сейчас, я не смогу провести с вами никакого времени, когда мы туда прилетим. Почему бы вам не подождать до моей следующей поездки? Он ответил, ну, можешь ты, по крайней мере, помолиться и посмотреть, будет ли хорошо, если я поеду. Кто я такой, чтобы говорить Орлу Робертсу? Нет, вы не можете ехать, понимаете? Поэтому я сказал, если вы хотите ехать, встретимся тогда-то, там-то и там-то. Они с Эвелин прилетели в Форт-Ворд и остановились у нас. На следующий день мы поехали в аэропорт. Мы собирались лететь в Лондон, а из Лондона — в Найроби. И мои директора в Кении уже договорились о встрече с президентом, чтобы я мог попросить у него землю для строительства того медицинского центра. Мы собирались построить его в регионе, где у двух миллионов человек не было никаких медицинских учреждений. Эта встреча уже была назначена. Конечно, они не знали, что со мной летит Орл Робертс. Поэтому, когда мы туда прилетели, мы должны были прямо с самолета ехать в государственный дом, который является чем-то вроде Белого дома здесь, в США. Нас встретили и сказали, что у президента экстренное совещание, поэтому он послал вице-президента и нескольких членов кабинета. И они решили встретиться в отеле «Хилтон» в центре Найроби, в одном из танцевальных залов. Мы приехали туда, и там за одним концом стола сидели все эти чиновники из кенийского правительства, а за другим — я, брат Робертс и мой директор. И я встал, чтобы представить им здание того центра, который я собирался построить. У меня были планы, подготовленные архитектором. Я рассказал им, что мы собираемся с ним делать и сколько земли нам нужно. И я прошу правительства, дайте мне эту землю. Я построю эту клинику. Брат Робертс пришлёт персонал и оборудование, и затем мы передадим её в дар для страны. Я закончил свою презентацию. Брат Робертс сидел справа от меня и сказал им, сколько земли я хочу получить. Правительственный чиновник встал и сказал, «Президент очень этому рад, и мы знаем, что вы делали в этой стране. Мы приветствуем это. Мы ценим то, что вы делаете для наших людей. И он даст вам столько-то акров земли для строительства». После того, как он это сказал, я заметил, что Орл Робертс отвернул голову, и, зная его, я знал, что что-то здесь не так. Что-то не так. Да, я видел, как он это делал. Мы сейчас сказали что-то, с чем он не согласен. И тот чиновник продолжает говорить, но брат Робертс отвернул свою голову. Он на него даже не смотрит. Через какое-то время он протягивает руку, берёт со стола салфетку и начинает писать на ней. Комкает её и бросает в конец стола в то время, как правительственные чиновники разговаривают с нами. Я замечаю это. И он продолжает говорить много хороших слов о том, как они ценят то, что мы собираемся сделать. А брат Робертс берёт другую салфетку, что-то пишет на ней, и кладёт её передо мной в то время, как тот чиновник разговаривает со мной. И он спрашивает, «Знаешь, что здесь написано?» Я посмотрел на неё и почувствовал, что мы несколько невежливы, понимаете? Я сказал, «Брат Робертс, я не знаю, что здесь написано». Я отдал обратно ему эту салфетку и начал слушать того человека. И он говорит, «А брат Робертс берёт эту салфетку и хлопает меня по руке и говорит, «Прочитай, прочитай это. Посмотри, сможешь ли ты сказать мне, что здесь написано?» Я посмотрел на неё и сказал, «Брат Робертс, я понятия не имею, что здесь написано». Я отдал её ему. И я весь во внимании за нас обоих, раз он не обращает внимания. И он опять хлопает меня по руке и громко говорит, «Так что все присутствующие там могут это слышать. Прочитай это и скажи мне, что здесь написано». Я знал, что не стоит спорить с Орлом Робертсом, поэтому я просто остановился. Я сказал тому человеку, «Извините». Я посмотрел на салфетку, и я не мог понять, что там написано. Я сказал, «Брат Робертс, я понятия не имею, что здесь написано». Он ответил, «Имя Орла Роберта, написанное наоборот». Он занимался этим 15 минут. И когда он это сказал, я спросил, «Вам с нами скучно?» Он ответил, «Мне скучно с тобой, мне скучно с ними, «Мне скучно со всеми этими людьми в этой комнате». Я спросил, «Почему?» Он ответил, «Потому что вы все мелко мыслите. Мы не можем строить клинику на таком участке Земли. Скажи ему, что мы хотим участок в 10 раз больше». Я сказал, «Я чувствую водительство от Господа, чтобы вы сказали ему, что мы хотим участок в 10 раз больше». И это всё прямо перед теми ними. И брат Роберт сказал, «Мы хотим участок в 10 раз больше». И тот человек ответил, «Хорошо, вы его получите». И Орвелл сказал, «Больше никогда не говори передо мной мелко. Я не слушаю мелкие разговоры». Я ответил, «Да, сэр». Джерри, вот почему Бог послал его. Да. Вот почему он его послал. Но я никогда не забуду вынесенный из этого урок. Фактически, я по-прежнему сегодня это использую. Когда люди вокруг меня начинают говорить мелко, я просто пишу на чём-то Джерри Савелл в обратном порядке. И у меня по-прежнему есть та салфетка с написанным на ней наоборот именем Орвелл Робертс. Послушай, тебе лучше держаться за эту салфетку. Но он вышел на такой уровень, когда он в буквальном смысле верил. Когда Иисус сказал, что мы не от этого мира, Орвелл Робертс поверил в это. Мы не от этого мира. Мы не связаны их ограничениями. И он начал этот процесс обновления ума. И если что-то не согласовывалось со Словом Божьим, он делал то, что сказал Павел в 10 главе 2-го послания Коринфянам. Он не спровергал это. Он не позволял этому оставаться в его разуме. Если это не согласовывалось со Словом Божьим, он выкидывал это оттуда и заменял это Словом Божьим. И принимал только то, что шло выше и дальше. И Джерри, этот мир, религия, проповедники, средства массовой информации делали все возможное, чтобы стянуть его обратно вниз и сообразовывать его с собой и с этим миром. Они пытались лишить его права проповедовать. Они пытались не дать ему построить его университет. Они пытались не дать ему построить город веры. И он сказал мне, если они эти проблемы не убьют тебя, они сделают тебя сильнее. И просто продолжал держаться того, что сказал Бог. И я застал самое начало этого. Я уже тогда знал, что это сильно повлияло на меня. Но только годы спустя я понял, какой это было сильной вещью. Мы были на собраниях в Оклахома-Сити. Я тогда был его водителем. Я водил его машину. И знаете, особенно когда он приезжал на собрание, он ни с кем не разговаривал. И вот мы ехали с ним. У него не было его Библии. У него была какая-то другая книга, и я не знал, что в ней было, но полагаю, это был конспект того, о чем он проповедовал. И он перечитывал его, и потом он просто клал его вот так на лицо. И очень часто мы могли ездить целую неделю, и он не говорил мне ни слова. И в тот день мы ехали с ним на собрание. И он сказал, «Каннет!» Я подпрыгнул. Я ответил, «Да, сэр». Он сказал, «Каннет!» «Люди всегда будут говорить тебе, что ты не можешь этого сделать». Он сказал, «Если ты будешь следовать этим трем вещам, ты всегда будешь успешен в Боге». «Да». Номер один. «Узнай волю Божью». Да. Это когда вы исследуете Писание, и вы... Он сказал, «Как только ты узнал волю Божью, тогда больше не спрашивай плоть и кровь». Не советуйся больше с плотью и кровью. Номер три. И он закрыл ту книгу и сказал, «Выполни свою работу любой ценой». Что означало, что если ты должен отдать за это свою жизнь, сделай это. Что ж, это то, чем он жил. И чем больше на него давили, тем больше ему было все равно, чего это стоило. И он просто продолжал двигаться дальше. Он не спускался обратно сюда. Не спускался. И он перешел в своей жизни к тому, что он становился крепче от этого. Да. Чем больше они против него говорили. И я, в конце концов, тоже. Да. Но тогда я еще не был таким. Да. Но он пришел к тому, что это стало для него горючим. Он становился сильнее от этого. Он был решительно настроен превосходить и подниматься выше. Ему тогда сказали, когда появились стенты, которые водились внутрь сосуда, и у него в результате атеросклероза была забита артерия. Орл Робертс возложил руки на более чем миллион человек и помолился за еще в два раза большее количество людей. И он просто расходовал себя. Да. И отдавал себя таким образом. Большая часть его тела, как плечевые суставы, были просто... И Бог совершал для него чудеса. И он снова шел дальше. И с годами это изнашивало его физически. Когда только-только появились эти стенты, ему ввели один в ту артерию и открыли ее. Но через 20 лет этот стент начал изнашиваться. Затем появились новые стенты, которые только-только были испытаны и практически не изнашивались. И ему хотели заменить тот старый стент. И кто-то сказал ему, рассказывая мне это, он сказал, Кеннет, знаешь, что они мне сказали? Орл, почему бы вам просто не расслабиться? Очень рискованно менять этот стент. Для этого им придется проникать туда. Просто отдыхайте. Бог скоро позовет вас домой на небо. К этому просто принимайте те лекарства, которые они вам дают. И не рискуйте. Да. Он сказал, Боже мой! Вы возгревали его, уже просто говоря об этом. И он сказал, Они говорят Орлу Робертсу не рисковать? Это возгрело его. Да. И он начал проповедовать мне. Затем он сказал, Не рисковать? Сесть и просто ждать? Не думаю, что это то, что я хочу делать? Да. И к тому времени он уже улыбался. И он сказал, Позволь мне тебе кое-что сказать. Я рисковал с тех пор, как был исцелен и восстановлен Иисусом. И он сказал, Я скажу тебе еще кое-что. Какая разница? Даже если я и умру посреди этой операции. То, что ждет по ту сторону, просто великолепно. О, да. И он пошел на эту операцию и позволил им поставить этот стенд. И это было еще тогда. После этого он прожил еще 25 или 30 лет. Разве это не созвучно с апостолом Павлом? Я хвалюсь скорбями. Я хвалюсь скорбями, да. Это почти все равно, что сказать, мне нравится хороший бой. Да. И люди не понимали его. Но скажу вам, есть миллионы нас, кто полюбил его, его семью и его служение. Но вы не можете стать таким, пока у вас не будет откровения о том факте, что вы не от этого мира. Да. Да, и он знал это благодаря тому, что Господь Иисус Христос работал с ним. И он просто решил своим сердцем и своим разумом. И это то, о чем мы вчера говорили. Он принял это качественное решение. Я не поверну назад. Все. Я буду делать все то, что он говорит мне делать. Если он говорит мне строить здание, я буду копать котлован. Мне все равно, есть у меня деньги или нет. Копай котлован. И он доказал это. И он доказал это. Доказал, что это работает. Безапелляционно. Слава Богу. И 13 глава книги притчей говорит, «Обращающийся с мудрыми будет мудр». Господь однажды мне сказал, «Это закон умножения через общение». Если ты общаешься с мудрыми людьми, ты будешь возрастать мудрости. Если ты общаешься с людьми вера, твоя вера будет умножаться. Если ты общаешься с людьми, которые помазаны, помазание будет умножаться. Для верующего так важно выбирать правильное общение. Это все. Ты общаешься с Богом в этом слове. Не в переживаниях. Благодарение Богу за переживания и опыт. Но ты знаешь Бога в Его слове. Ты начинаешь с Иисуса. Он сказал, «Я приду к вам». Вы откройте дверь, и я войду. Вы начинаете с этого. И затем вы обращаетесь к дискам, к записям проповедей, и вы обнаруживаете себя общающимися. Люди начнут общаться с вами, слушая эти диски. Они слушают ваши проповеди. И они приходят к тому, что они знают вас, хотя никогда с вами не встречались. Но они общаются со Словом Божиим и тем посланием, которое выходит из вас. И вы начинаете общаться с Иисусом. Вы приходите к тому, что вам не хочется соприкасаться с этим другим. Вы приходите к тому, что вы общаетесь с Павлом. Да. Вы знаете этого человека. Я помню, когда я впервые поехал в Израиль. Я так много общался с Иисусом в Евангелиях, что когда я приехал в Израиль, для меня все не выглядело так уж незнакомо. И я подумал, «Я был здесь раньше». Да, это удивительно. «Я был здесь раньше с Иисусом». Это удивительно, не так ли? Просто общаясь с Ним в Слове Божьем. Та купальня в Вефезда, когда мы приехали туда, это было как... Да, я был здесь раньше. Я помню, как Иисус сказал тому человеку, «Встань и ходи». Он спросил у того человека, «Хочешь ли быть здоров?» Да. И я стоял у той купальни в Вефезда. И это как будто были воспоминания. Я был здесь раньше. Я помню, как Иисус служил тому человеку. Ты в Твоем Духе. Ты в Нем, а Он в Тебе. И затем Бог соединил нас вместе. Мы постоянно служим друг другу. Павел говорил Тимофею, «Слова веры питают». Питают. Питают. И на прошлой неделе мы читали в третьей главе книги Малахи. Мы говорим друг другу. И перед лицом Бога пишется памятная книга о наших словах веры и почтения. Да. Эти вещи назидают вас. Да. И вы становитесь сильнее. И затем Бог привлечет туда еще кого-то. И вот вы становитесь еще сильнее и еще сильнее. Вот когда тело Христово должным образом соединено и снаряжено. Да. Это самое удивительное. Что только есть. Что произошло с Петром и Иоанном, когда Синедрион вызвал их на ковер за то, что они проповедовали во имя Иисуса и пригрозили побить их, если они не прекратят это делать. Что они первым делом сделали? Вернулись в общество своим. Общество верующих. Людей, которые говорили слова вера. Людей, которые верили, что мы не от этого мира. Людей, которые верили, что все возможно верующему. Как-то раз ко мне подошел один человек и сказал, брат Копланд, и он делал это из лучших побуждений. Я его не критикую. И он сказал, брат Копланд, ваше служение начало действительно просто сильно расти. Я ответил, спасибо. Он сказал, вы не думали о том, чтобы отделить себя от тех людей, которые были вашими наставниками? Пусть Бог их благословит. Я люблю их. Но, может, вам стоит отделить себя и развить свое собственное послание. И я подумал тогда, о, мне не нужно мое собственное послание. У меня уже это было. И это чуть не убило меня. Да, верно. Я сказал, спасибо за ваше внимание, но я встал и вышел. Он подумал, что я на него разозлился. Джерри, я просто не мог этого вынести. Я не мог там оставаться. И пусть Бог его благословит. Он не пытался меня ранить, но я не могу этого сделать. Помазание этих людей есть в моей жизни. И Орл Робертс, мой духовный отец, он дал рождение мне и этому помазанию в этом служении. Я не могу разорвать эту связь. Я не хочу соединяться с чем-то другим. Мне нравится это. Мне нравится это. Аминь. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвования. И когда Господь сказал мне это делать, Джерри, несколько лет назад, Он начал говорить со мной о чем-то здесь, что, знаете, все, что Он делает, все, что Он говорит, каждое направление, которое Он вам дает, направлено на то, чтобы поднять вас выше, вести вас выше и дальше. И здесь один из ключей к этому. «Наставляемый словом, делись или отвечай всяким добром с наставляющим, с тем, кто учил хорошим вещам». Что мы и делали здесь всю неделю. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. И в пятой главе Он говорил о плоде плоти и плоде духа. И Он по-прежнему говорит об этом. И Он доходит до сюда. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет то, что перечислено выше, в плодах плоти. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Он говорит о плодах духа. Любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, воздержание. Все это будет вырастать оттуда, если вы будете сеять туда. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вот о чем это говорит. Когда кто-то сеет Слово Божье в вашу жизнь, и вы принимаете его, оно попадает в ваш дух. Если вы просто сидите там, оно будет работать в вашем разуме и в вашей душе, но ему нужно укорениться, поскольку вы слышите то, с чем вы пока еще не сообразованы. Поэтому, когда вы сеете обратно в этого учителя, в жизнь вашего пастора, в церковь, в это служение, в служение брата Джерри, в того, кто учил вас под помазанием, Слово Божье является здесь ключевым аспектом. И мы говорили об этом две недели. Когда я, сею в знак благодарности за это, я сею в эту работу. Точно? Это слово укореняется во мне, и теперь оно становится моим. Верно. И это увеличивает вашу способность принимать. И когда оно укоренено, оно начинает расти. Поэтому помолитесь об этом, и делайте то, что Господь ведет вас в этом плане делать. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования остаются в вашем регионе и служат вам. Отец, мы принимаем. Да, Господь. И мы молимся за тех, кто сеет. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на экране. Джерри, пусть Бог тебя благословит. Спасибо тебе за эти две недели. Спасибо тебе. Это было настоящее удовольствие и радость. До следующей встречи. И помните, что Иисус – Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok